Сегодня фамилия Маршак у большинства ассоциируется с детской литературой. Но когда-то она вызывала особый трепет у любителей драгоценностей, двоюродным дядей знаменитого писателя был еще более знаменитый ювелир Иосиф Маршак. Его называли «Киевским кортье» и признавали конкурентом Карла Фаберже. Его фирма выполняла заказы для знатных персон и членов императорской семьи. Стоимость изделий, созданных в мастерской Маршака, порой достигала стоимости поместий. Начав свой путь в бедном квартале Киева, спустя годы упорной работы Иосиф Маршак добился признания и славы, которая разнеслась по всей империи. Также его работы были удостоены наград на зарубежных выставках. Основным конкурентом Маршака считался сам Фаберже. Однако, несмотря на соперничество, ювелиры поддерживали дружеские отношения. История жизни ювелиры его фирмы закончилась после революции, в 1918 году, однако его сыновьям удалось вывезти часть украшений из страны и открыть собственный салон в Париже. Таким образом им удалось возродить дело отца. Сегодня ювелирный дом Маршак годом своего основания считает 1878 и с гордостью следует заветам своего легендарного создателя. Компания является одной из наиболее влиятельных в мировой ювелирной индустрии. Понравилась публикация? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!